Здесь будет школа-сад. Решили в верхней беранде и за год построили целый комплекс – среднюю школу и детский сад. 170 миллионов рублей было выделено из краевого бюджета и 100 из муниципального. И вот на месте ветхого одноэтажного здания появилась трехэтажная школа с большими светлыми классами. Она оснащена современным оборудованием. Находиться здесь приятно и ученикам, и преподавателям. День знаний и новоселье сегодня здесь отметили 260 школьников. Для них организовали праздник со всеми атрибутами. Форму многим ребятам подарила Лига женщин МОЗ Добра. Школа не просто сохранила всех учеников и педагогический коллектив. И воспитанников, и учителей здесь стало процентов на 30 больше. Каждый год результатами экзаменов, тем, что количество детей увеличивалось здесь, показывали, доказывали всем, что здесь школа нужна. Ее нужно здесь строить, ее нельзя здесь закрывать. И нас услышали. Услышали, выделили средства, и школа стоит. В школе есть и актовые, и спортивные залы. Столовая, которая больше напоминает современное кафе. Проект делали, как говорится, на вырост. Мэр Анатолий Пахомов признался, что население города растет быстро, и муниципалитету приходится строить все новые и новые учебные заведения. За последние 7 лет мы построили 20 объектов детских дошкольных учреждений. Вот эта вот школа у нас шестая. Но в строительстве находится еще корпус школы номер 100, веселая, и к концу года будет введена. Идет строительство школы в совет Кваджи. Строим детский сад в ЛАО. Мэр заверил, что и дальше город будет строить социальные объекты также активно. А на будущий год планирует создать сразу 4 школы и 2 детских сада. Субтитры создавал DimaTorzok